Просто пиздец. И треков 20 уже скипнул. Своим в Логос. Да. Ой, сейчас еще одно. Моргат может что-то сказать про происхождение татар? Какой версии придерживается современная история и сам гость? Ну я не специалист по татарам, скажем. Скажу прямо, то есть это... Ну они появляются на исторической арене, ну поздно для меня, то есть для моей хронологической сферы исследования. Ну, например, византийцы, они называли мадьяров турками, татарами. Страна татар, например, там была такая вот. Я думаю, что скорее всего... Ну если верить опять-таки нашему разговору с Светланом Анатольевным Буруак и новым исследованиям по латайской гипотезе, по всякому такому, если верить последним данным по генетике... Это я не про языки, это просто отдельно. То скорее всего это вот Ура, где-то там в Сибири, возможно Южная Сибирь, Восточная Сибирь, вот там где-то был их ареал, потом они двинулись на юг, они вторглись в некоторый ареал, который был связан с персидской державой, и там какие-то тюркские есть упоминания о тюрках, каких-то текстах персидского шаха, персидского правителя, персидского царя. Дальше, видимо, они все-таки движутся на юг и на восток, и появляются, на запад, и появляются в ареале римского мира. Ну, смотрите, то есть там, можно сказать, что несколько таких волн. Вот если мы берем тюркогузов, то это одна волна, которая шла к халифату, то есть к хабаситскому, да, то есть они там участвовали в качестве таких вот, можно сказать, воинов по наемничеству, да, там гулямы были такие, там даже было такое междуцарствие, когда они захватили власть, так называемая анархия в Самарре, ну, с двумя эр, которые, вот. Потом они как-то очень хорошо отыгрировались в халифат, там был такой правитель, ну, там, Аль-Мутариды, да, которые там 9-10 века, начало 10 века, они очень хорошо встроились в эту систему, и вот Аль-Мутасим такой, который создал как раз гвардию из тюркских рабов-гулямов, он использовал их для борьбы с своими оппонентами. В то же время, вот, 10 век, это период, когда Византия начинает возвращать свои территории, начинает вот на этом фронтире между арабским миром и византийским побеждать, да, вот Никифорфака, например, который происходит из армянской династии, он там хорошо довольно-таки побеждает, там, кстати, упоминаются тоже вот эти турки, которые были, ну, какие-то тюрки, то есть, вот, если мы говорим вообще, в принципе, про общность. А вот, что как это касается татар, ну, здесь сложно сказать, потому что, ну, видимо, вот ареал обитания волжья-булгар, да, который вот находился на Волге, да, вот он был связан как раз напрямую с этногенезом именно татар, вот как мы их знаем сейчас. И это тоже очень сложный, необычный такой вот по времени и по своему характеру период. Ну, вот, не знаю, многие арабские путешественники, вроде того же Ибн Фадуана, там, потом... Ибн Руспума тоже описывал, да, от, как его звали-то, этот, Батута, Ибн Батута, который уже там в 14 веке путешествовал. Вот они описывали всю эту территорию, ну, и там понятно, что были какие-то разные группы населения, то есть было какое-то население, которое плюс-минус было в Токнонном, это какие-то вот некоторые булгары, да, и было население пришлое, которое являлось таким вот придатком то ли хазарского общества, сообщества, то ли какого-то кочевого сообщества, еще непонятного, да, там, с печенегами, со всеми остальными. И в конечном счете, ну, получается, что такой костяк татар, он, в общем-то, появляется только к временам 14 века, когда, там, 13-14 века, когда на поле виднеются уже монголы, и вот во многом монголы повлияли на такой вот выделенный, ярко выделенный этногенез этих людей. Да, если мы говорим, конечно, про татары, которые, современные татары, да, не те, которые вы источники, про великую тартарию. Да. Вот. Ну, как-то так, я не знаю. Я-то не специалист просто по татарам. Хорошо. Хорошо.